Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ, в студии Елеман Раимбеков и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жмабеков. И в начале выпуска коротко о самом главном. Когда мы едины, мы непобедимы. Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана. Поможем, чем можем. Добровольные дружины на собственные средства помогают землякам. Мы и пашем, мы и сеем. 85 тысяч гектаров планируют с пользой занять земледельцы Алакольского района. Когда мы едины, мы непобедимы. Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана. Статья первого президента опубликована на сайте elbaso.kz. Лидер нации отметил, что благодаря стойкости нашего народа, его твердой воле и несокрушимой вере в свои силы, которые всегда приходят на помощь в час суровых испытаний, нам удастся одержать победу в борьбе с невидимым врагом. Тем более для этого у нас имеется все. Финансы, материальные ресурсы, техника и запасы продовольствия. Поэтому нет никаких оснований впадать в растерянность и панику. Четко подчеркнул в своей статье Нурсултан Назарбаев. За годы независимости мы пережили многие трудности и кризисы. Обо всем этом я всегда высказывался открыто и ясно. Вы оказывали мне большое доверие. Оно неизменно придавало мне силу и энергию. Я глубоко признателен всем вам за это. Здоровье нации и безопасность государства – неразделимые понятия. Государство принимает все необходимые меры для того, чтобы преодолеть имеющиеся трудности. Ни один человек, ни один гражданин нашей страны не останется без поддержки. Мы – единая страна, сплоченный народ. Я всегда был вместе с народом. И сегодня я вместе с вами. Мы вместе, не сгибаясь перед трудностями, сбережем наше единство и согласие. Только тогда мы сможем сохранить независимость и быть достойными нашей великой цели. Введенные контрольно-ограничительные меры в Казахстане снижают темпы распространения инфекции. Так считает главный санврач страны Айжан Есмегомбетова. По ее словам, к сегодняшнему дню прирост заболеваемости по республике снизился и варьируется в пределах 10%. Главный санврач отметила, что сейчас по республике занятость коек составляет 21%. Наиболее загруженные в Алматы – это 43% и в Атараусской области – 35%. Есмегомбетова отметила, что только ограничительные меры помогут одолеть невидимого врага. Это уже доказано на примере Китайской Народной Республики, где пик заболеваемости уже пройден, сообщила главный санврач страны. На сегодня задействованы в вопросах лечения, профилактики коронавирусной инфекции 16 тысяч медицинских работников и создан резерв из 10 тысяч медицинских работников. Хотела бы обратить внимание еще на следующее. В условиях карантина на сегодня плановая помощь практически во всех медицинских организациях ограничена. И, соответственно, при необходимости весь медицинский персонал этих медорганизаций будет использован для оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией. Карантин – это основная мера профилактики коронавирусной инфекции. Снятие карантина и возвращение к прежней жизни зависит от дисциплины каждого из нас. В продолжении выпуска. В течение минувших двух недель около ста человек из числа студентов и работающих сельчан Мусабекского сельского округа из-за чрезвычайного положения в стране вернулись в родной аул из больших городов страны. Все они были взяты на контроль и помещены на домашний карантин. Ежедневно за состоянием их здоровья следят поселковые фельдшеры. Приехавшие также предупреждены о том, что им и их семьям запрещено выходить из дома в течение двух недель. На сегодняшний день более 90% вернувшихся в родное село уже выведены из карантина. Их здоровье ничего не угрожает. Потому временно их, а также сотрудников государственных учреждений и индивидуальных предпринимателей, ведь и находящихся в вынужденных отпусках и оставшихся без заработка, будут привлекать к работам по благоустройству проводимого поселка соответствующей оплатой труда. В связи с цифровизацией мы проводим интернет в поселок. В первую очередь интернет-соединением будут охвачены школы фельдшерско-акушерские пункты Акимат. В этом году в поселке Мусабек по программе «Дорожная карта занятости» в рамках 175-летия Абая будет проложен новый асфальт по улице, который носит имя великого казахского мыслителя. Для строительных работ привлекут местное население. Уже завтра, то есть 9 апреля, в Казахстан планируется прилет врачей из Китая для помощи в борьбе с коронавирусом. Специальный борт приземлится в Нур-Султане. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения. Как известно, в состав китайской делегации вошли высококвалифицированные врачи с большим опытом в профилактике и лечении больных с COVID-19. Вместе с делегацией медиков ожидается прибытие и второй части гуманитарной помощи от КНР. Напомним, ранее 2 апреля в аэропорту Алматы приземлился самолет с грузом из Китая. КНР передала Казахстану теплые визоры, набор тестов и медицинскую одежду. Миссия заключается в оказании консультативной методической помощи казахстанским медикам в борьбе с COVID-19. В том числе ознакомление с китайским механизмом профилактики и контроля вируса, механизмами выявления и изолирования близких контактов, предоставление рекомендаций к действующим клиническим протоколам лечения. Волонтеры вновь спешат на помощь. На этот раз изъявил желание помочь социально уязвимым слоям населения Союз ветеранов боевых действий на таджикско-афганской границе. Охвачены наиболее нуждающиеся люди, рассказывает Алексей Цой. Мадина Кужебаева воспитывает шестерых детей. Женщина нигде не работает. Единственный источник дохода – адресная социальная помощь. Потому она в списке тех, кому волонтеры приехали с помощью. Многодетной семье привезли самые необходимые продукты. Я многодетная мать. Живу в этом доме. У нас никто не работает. Сижу дома с детьми. Хочу сказать спасибо за оказанную помощь. Уверена, есть еще много семей, нуждающихся в помощи. Надеюсь, это доброе дело продолжится. Действительно, помощь социально уязвимым слоям населения продолжилась. В этот день волонтеры посетили семь семей. Организаторы с гордостью говорят – это наш гражданский долг. Мы на этом не остановимся. Это не последнее. И в будущем мы будем стараться помогать в силе своих возможностей. Мы выполняем свой гражданский долг. Напомним, помощь людям ветераны организовали в рамках республиканского челленджа «Бызбергемос». Волонтеры призывают присоединиться всех и вместе делать благое дело. Алексей Цой, Габид Кадрахман, телеканал ЖТСУ, Талда Курган. Бызбергемос. Более ста семей решили взять под свое шефство спортсмены и сотрудники управления физкультурой и спорта Алматинской области. До окончания режима чрезвычайного положения они будут помогать людям из категории социально уязвимых продуктовыми пакетами и товарами первой необходимости. Семьи, оказавшиеся подшеством спортсменов и сотрудников управления физкультуры и спорта, выбраны не случайно. Все они относятся к категории социально уязвимых. Многодетные, малообеспеченные, одинокие мамы, инвалиды и люди преклонного возраста. Самая необходимая помощь для них в эти дни – товары повседневного спроса, в том числе продукты. Именно такие пакеты и сформировали добровольцы на средства, собранные из личных сбережений каждого мецената. Сегодня спортивные работники, спортсмены изъявили желание помочь добровольно многодетным семьям в такое тяжелое время помочь. Около 100 семей получат от имени спортсменов продукты питания. Это по собственной инициативе наши работники спорта изъявили. Сейчас будем разводить эти по адресам многодетным семьям, малообеспеченным семьям. Будем помогать. Поддержали сотрудники управления и своих воспитанников Азамата и Бигзата Умаровых. Их и еще четырех братишек и сестренок женщина растит одна. Старшие ребята во всем помогают маме. Парни стараются достигнуть высоких результатов в спорте и уже входят в молодежную сборную Аматинской области по джиу-джитсу. Хочу сказать спасибо за то, что оказали нашей семье помощь. Эти люди помогли нам. Это очень хороший поступок. В такое трудное время поддерживать друг друга нужно. Семерых детей воспитывает семья Нукешевых. Из-за сложившейся ситуации в стране глава семейства вынужден был выйти в отпуск без содержания заработной платы. Помощь оказалась очень кстати, признается отец. Главная цель акции, говорят организаторы, не только помочь тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. Но и показать всем на своем примере, что в это трудное время нужно сплотиться и помогать друг другу. Алексей Цойн, Адир Хамзин, телеканал ЖТСУ. Медицинских масок и прочих расходников на 5 миллионов евро чуть было не лишил своих же соотечественников предприимчивый испанец. Насколько внушительная эта партия, судите сами. На складских квадратных метрах горы упаковок. Одних масок тут миллиона два. Все это добро мужчина планировал отправить в Португалию. Там сейчас тоже усиленно борются с коронавирусом. И дело вроде бы хорошее. Вот только инвентарь горе-бизнесмен не купил, а банально украл. И разумеется, отдать соседам собирался за непростое спасибо. Между тем, его родная страна лидер в Европе по числу инфицированных. Их больше 136 тысяч. Бразильский пожарный Эли Эльсон Сильва в полной выкладке играет популярные мелодии, чтобы поднять настроение находящимся в самоизоляции жителям Рио-де-Жанейро. Иногда, чтобы быть ближе к обитателям высотных домов, Сильва поднимается к ним на пожарной лестнице. Благодарные слушатели аплодируют стоя. Отметим, на сегодня в Бразилии зафиксировано более 14 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело 127 из них. Зарегистрировано 688 летальных случаев. Как и в других странах мира, применяются меры изоляции людей и санитарной обработки. Соединенные Штаты пригрозили вывести свои войска из Афганистана, если Кабул не сможет достигнуть договоренности с талибами об обмене пленными. Об этом сообщил американский канал NBC. По данным его источников, такое предупреждение афганским властям сделал госсекретарь США Майкл Помпео две недели назад. Телеканал опубликовал информацию во вторник после того, как движение «Талибан» отказалось продолжать. Переговоры обвинив Кабул в затягивании процесса. Одним из условий мирного соглашения, подписанного 29 февраля, было освобождение пленных 5000 радикалов в обмен на 1000 военнослужащих правительственных войск. Предполагалось, что первый этап состоится 2 апреля. 54 уголовных правонарушений выявлено с начала года Департаментом агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Алматинской области, из которых 42 – коррупционные. Общий ущерб по завершенным уголовным делам составил 1 миллиард 100 миллионов тенге, рассказали представители ведомства на площадке антикорротолога. Антикоррупционной службой по линии превенции и добропорядочности реализуется более 15 проектов. К примеру, Адал-Жол, Адал-Урпах, интерактивная карта бюджетов и так далее. Они направлены на прозрачность деятельности госслужбы и привитию антикоррупционного сознания гражданам, рассказали ответственные лица. В целом, сейчас работа агентства и департамента полностью переведена в онлайн-формат. Как нам всем известно, у нас есть более 15 проектов разных. Мы все проводим в онлайн-формате. Вся работа, которую мы сегодня проводили, она проходит под проектом антикорр-лайф на республиканском уровне. Основной упор работы у нас после преобразования идет на превентивные меры. То есть на профилактику коррупции среди населения, госслужащих и молодежи, К другим событиям. На 5000 гектаров по сравнению с прошлым годом увеличилось количество пассивных площадей в Алматинской области. В этом году они превысили 1 миллион гектаров. Какую часть из этого занимают пассивные земли Алакольского района и какова доля участия фермерских хозяйств, узнаем из материалов сюжета. Из-за раннего наступления весны в ряде районов Алматинской области весенние полевые работы начались раньше обычного. В этом году в Алакольском районе запланировано освоить около 85 тысяч гектаров. Из них 36 тысяч – зерновых, порядка 32,5 тысяч – масличных культур. Свыше тысячи гектаров – сахарные свеклы и кормовых культур. На весенние полевые работы привлечены около 1400 сельхозформирований. Для обеспечения их бесперебойной работы создаются необходимые условия. На сегодняшний день льготная солярка заключен договор с карамой продакс, с того карамой продакс, на весенние полевые работы 2151 тонну. Из них на наурус месяц 400 тонн мы полностью обеспечили. Один литр на сегодняшний день 178 тенге. По запчастям сельхозтехники тоже вопрос решен положительно. Пять магазинов у нас работают, а также 943 тонны привезли минеральные удобрения. На сегодняшний день мы готовимся, то есть идет полным ходом посевная зерновых культур и готовимся на посев сахарной сиклеи. 9 числа через Аксусский сахарный завод получим семена и начнем посевную работу сахарной сиклеи. Установившаяся благоприятная погода – оптимальное время для начала обработки. Продуктивность запланированных работ зависит от многих факторов, в том числе и от готовности механических ресурсов. Сельхозпроизводители Алакольского района делают ставку на приобретение новой техники. Американский трактор «Джон Дир» стал новым словом в обработке сельхозугодий. В союзе с многофункциональным культиватором он способен обработать за сутки до 60 гектаров. Площадь большая, 4,5 тысячи гектаров надо было в сжатые сроки все это посеять, поэтому мы вооружаемся, это очень эффективная техника, она экономит солярку. Кроме этого, полностью мы подкормили озимое на площадь 1500 гектаров минеральным удобрением, его пробароновали, и сейчас готовим зябь, у нас полторы тысячи гектарь зябь, уже где-то 600-700 гектаров подготовили зябь, вот где-то на днях начинаем посев зерновых. Не второстепенный вопрос ресурсы стабилизационного фонда Алакольского района на период чрезвычайного положения в стране. Власти района заключили меморандум с СПК ЖТСУ. Теперь несколько социальных торговых точек обеспечены продуктами по доступным ценам. Запасов сельхозпродукции хватит на месяц. Доступные продукты сахара 60 тонн, это сталтокургана, а также с Ускаменогорска 100 оси и мар 40 тонн первого сорта муки по 115 тенге, а также с баканаса рис по 190 тенге. И обеспечили три магазина полные на сегодняшний день луком, картофелем, а также морковью. У нас 13 хлебопекарней, они полностью обеспечены. Руководство района прилагает все усилия и задействует все возможные средства для обеспечения продовольственной безопасности и контролирует цены на социально значимые продукты. Евгения Присяжная, Абылай Кутыкбай, телеканал ЖТСУ, Лакольский район. 30 человек пострадали и один погиб из-за урагана в Акмолинской области. Сейчас все силы коммунальных служб и служб ЧАЭС направлены на устранение последствий природной стихии в регионе. Из-за сильного ветра порывами более 30 метров в секунду было прервано электроснабжение в областном центре и ряде районов Акмолинской области. Повреждены кровли крыш жилых домов, социальных объектов. Порядка 30 человек получили травмы различной степени тяжести. Стихия унесла жизнь одного человека в Бурабайском районе. Напомним, ухудшения погодных условий ожидаются почти во всех частях Казахстана. 9 апреля ожидается мокрый снег и на территории Алматинской области. Первый урожай помидоров, огурцов и капусты собирают в Туркестанской области. И если раньше большую часть агрария отправляли в Россию, то в условиях пандемии с экспортом возникли сложности. В режиме ЧП в регионе введено ограничение на вывоз ранних овощей. Такие меры могут привести к большим потерям, говорят земледельцы. Осложнилась ситуация и на внутреннем рынке. Почти по всей стране перестали работать кафе и рестораны. Поэтому пока единственными покупателями овощей и фруктов остаются местные рынки и продуктовые магазины. На этой почве возникает другая проблема. Многие аграрии работают за счет многомиллионных кредитов. Но так как доход упал, погашать займы практически нечем. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова